Юлия Рабинович Под небом голубым Машина, кряхтя, вскарабкалась в гору, и город открылся во всей своей неземной красоте, ослепительно золотой в утренних солнечных лучах. Дома, и маленькие, и большие, и новые, и старые, казалось, вырезаны из единого светлого, чуть желтоватого камня. — Что это? — спросил пассажир, показывая на совершенно космического вида округлое сооружение, словно парящее над всем этим великолепием. — Это трамвайный мост! — ответил таксист. — А разве в городе есть трамвай? — Нет, но если вдруг случайно забредет, то у нас уже готов мост. — Но трамваи не забредают сами по себе? — не унимался пассажир. — Золотые ворота тоже стоят и ждут прихода мессии! — парировал таксист. — Золотые ворота заложены! — уверенно заявил пассажир, проявив удивительную для иностранца осведомленность. — К тому же мессия не забредает случайно. Его посылает бог. — Вероятно, когда-нибудь бог пошлет нам и трамвай. К тому же еще неизвестно, кого из них он пошлет раньше. — Глупости какие! — фыркнул пассажир. — Отвернулся и принялся разглядывать из окна такси узкие улочки и спешащих по ним сонных прохожих. Таксист включил радио. — Я верю в приход мессии! — запело оно на какой-то душераздирающий игривый танцевальный мотивчик. Первым молчание нарушил иностранец. — Зачем эти люди носят летом меховые шапки? — спросил он. — Так им велит их бог! — с радостью поддержал новую тему таксист. — Бог у нас один. — Все-таки иностранцы могут быть потрясающими занудами. — А велит всем разное! — невозмутимо пояснил таксист. — Для разнообразия. Вот эти в черном, те в белом, эти в кипе, те в шляпе. Веселее же, а то ходили бы как в униформе. Аргумент показался странным, но убедительным. Пассажир промолчал. — Все, господин турист, приехали! Старый город! Пришла пора проститься со 150 шекелями! — Я должен открыть тебе тайну! — вдруг понизив голос, заговорил иностранец. — Я и есть посланный богом мессия. Скоро мне предстоит пройти через золотые ворота, и тогда храм снизойдет на храмовую гору. — Умершие восстанут из мертвых! — Верю! — не моргнув глазом, согласился таксист. — Каждому твоему слову верю! Но в этом городе каждый третий мессия, а каждый пятый сам бог! Если таксистам будут платить только смертные, нам придется покрыть гешефт! — У меня просто нет денег! — Пойми, я действительно послан самим Всевышним и спустился на землю только 50 минут назад! Почему-то таксист ожидал именно этой фразы. — Понимаю, но если Всевышний, провожая тебя на самолет, все же случайно дал тебе в дорогу 30 евро, он, безусловно, имел в виду, что ты отдашь их тому белому ослу, который привезет тебя в святой город! — Ты не понял! — виновато улыбаясь, сказал иностранец. — Я не прилетел самолетом. Я спустился с неба. У меня действительно нет совсем никаких денег. — И что же мне вечно на вас так везет? — безнадежно вздохнул таксист. — В ближайший же выходной доберусь до стены плача и попрошу у Бога, чтобы не забывал давать своим посланникам деньги на проезд. Ну а еду-то ты на что будешь покупать? — С Божьей помощью, как-нибудь! — неопределенно протянул мессия. — Слушай, мне тут жена сандвич сделала с тунцом. Сто раз я ей говорил, не люблю я этого тунца. А она, видишь, возьми, напихала. Семерых Иисусов накормить можно одной-то рыбой. Возьми, на Бога надейся, а голод не тетка. Ну удачи, мессия, да поможет тебе твой Бог. И тогда с неба опустится купол. Божественный свет озарит Ирушаваим. Мягким певучим голосом вещал мужчина в нелепом белом балахоне. — Видишь, Шелечка, это мессия. Помнишь, я тебе рассказывала, что он когда-нибудь придет? — И это он пришел? — Нет, этот понарошку. Вот когда придет по-настоящему, все мертвые оживут. — И дедушка Ицек тоже? — И дедушка Ицек тоже. — А где же он тогда будет спать? На его кровати ведь уже спит Малка. — Ему не нужно будет спать, он будет летать над нами. — Бабушка, ты же говорила, что он и так летает над нами и видит, как я скармливаю Бейгалей свои котлеты. — Когда придет мессия, ты сможешь дедушку видеть и даже с ним говорить. — И ты? — И я. — А этот дядя, он точно понарошковый мессия? — Точно. Настоящих мессий не бывает. — Фух. Нет, ну просто вдруг дедушка Ицек все неправильно там сверху увидел про котлеты. — Пойдем, Балтушка. На, положи ему щекель и пойдем. Тусклый месяц освещал стену старого города. Почти сливаясь с ней, по тропинке медленно и безнадежно брел усталый путник. Вдруг непонятно откуда, на стене появилась еще одна тень. Поравнялась с путником и поплыла рядом. — Добрый вечер, — сказал хозяин тени. — Ты верна к золотым воротам? — Не стоит спешить, там тебя опять никто не ждет. — Ты ведь мессия. — Ты узнал меня, — воскликнул путник. — Ты веришь, что я настоящий мессия? — Разумеется. Это же видно с первого взгляда. — В этом городе никто не узнает меня. Никто не верит в мой приход. Я превращал воду в вино, а камень в хлеб. Я взмывал над толпой. Я вызывал дождь среди ясного неба. Они только аплодировали и кидали мне монеты. Эти люди ни во что не верят. — Ты ведь не торопишься. Попутчик положил руку на плечо мессии. — Я давно хотел поговорить с тобой. Присядем? — он кивнул на скамейку. — Ты пробыл в этом городе меньше недели и уже разуверился в его жителях. Всевышний живет здесь больше пяти тысяч лет и все еще не потерял надежды. Все еще посылают мессии на эту землю. — Ты ведь верно догадался, что ты здесь не первый, кто высекает воду из камня и превращает ее в вино. Это милые фокусы, но этим тут никого не удивишь. — Я и сам ими баловался, когда был неспослан. Да-да, и я тоже. А кто нет? Посуди сам. В этом городе зима холоднее, а лето жарче, чем во всех других. Жилье и еда стоят дороже, а зарплаты меньше. Беда посещает его чаще, а веселые праздники реже, чем любой другой город. Что же держит здесь людей, если не Бог? Здесь каждый, даже самый простой смертный, в каком-то смысле посланник Бога. А ты говоришь, они ни во что не верят. — Послушай, но ведь то, что ты говоришь, это же ужасно. Это значит, что приход мессии всегда останется незамеченным, что золотые ворота никогда не разверзнутся, а храм никогда не опустится на храмовую гору. — Без малого две тысячи лет в этом городе нет храма, но это не мешает Богу находить дорогу к каждому сердцу. — Но если это так, что же я теперь должен делать? — Что делать? А ничего, просто жить. Хочешь, я устрою тебя гидом в приличное турагентство? Между прочим, самые лучшие гиды получаются именно из пророков и мессий. Там, кстати, неплохо платят. Согласен? — Ну вот и славно. Завтра утром я сам тебя найду. — Как? Что за глупый вопрос? Здесь даже обычные люди, если хотят кого-то случайно встретить, просто выходят из дому и случайно встречают. А уж тем более такие, как ты и я. Так до завтра. Спокойной ночи. Друг явилась колесница огненная и кони огненные, и понесся Илья в вихре на небо. Вот с этого места вознесся пророк Илья, а спустится он на землю перед приходом мессии. — Впрочем, вполне вероятно, что он уже бродит где-то среди нас. Тут же рядом вы видите мечеть с серым куполом. Это мечеть Аль-Акса, что в переводе означает «на краю». Отсюда, оттолкнувшись от крайнего камня храмовой горы, вознесся пророк Магомед. — Да-да, мы помним анекдот про Байконур. Вон там вознесся Иисус, а там Пресвятая Дева Мария. — Не вижу повода для смешков, молодой человек. Ну-ка, встаньте-ка вот сюда. Выдохните весь воздух. Еще. До последней капли. А теперь вдохните. Глубоко. Глубже. Еще. Еще. — Ой, я отрываюсь от земли. Ой, пацаны, гляньте, я же висю. — Давайте руку, молодой человек, спускайтесь. Вот так. А вы говорите Байконур. Просто воздух здесь такой, иерусалимский. Ну что ж, продолжим наше путешествие. Не отставайте, пожалуйста, здесь легко потеряться. Текст читал Роман Кулешов. Запись создана в 2019 году в рамках проекта «Фанатека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных.